Приветствую всех любителей рыбной ловли. Сегодня тема такая небольшая для снятия видео. Это прикормка для ловли со льда. Мой стаж рыболовный в качестве рыболового зимника уже довольно маленький и у меня есть какой-то более-менее опыт. И этим опытом я хочу поделиться. Представьте такую ситуацию, что вы едете на рыбалку, а прикормки с собой на зиму нет. Я вам хочу предложить такую прикормку, которая стоит вот копейки, но она очень эффективная, поверьте мне. Всего состоит на из всех ингредиентов, которые даже в отдельности сами по себе будут привлекать зубы очень хорошо. Данная прикормка всего лишь подойдет для ловли в стоящей воде и сравнительно на небольших глубинах. Где-нибудь не больше желательно двух метров. Можно и больше, в принципе, просто эффект уже был совсем другой. И на течение эта прикормка у яйца не подойдет. Данная прикормка, которую я буду делать, будет применяться в сухом виде. Она будет просто насыпаться в лунку сухой и тем самым будет привлекать зубу. Первым ингредиентом является манка. Многие рыболовы, которых я знаю, они в принципе просто используют манку на рыбалках. Но я же хочу маленько улучшить вариант нашей прикормки. Просто манка, это банально. Она несъедобна практически, ее не видно будет в воде. Она будет... Рыба будет ее видеть, но не сможет ничего от нее укусить практически. Высыпаем примерно стакан манки. Все. Дальше. Для улучшителя более крупные частицы это ячка. Она играет ту же роль, что и остальные ингредиенты. Это влекая рыбу до тех пор, пока прикормка есть в рабочем месте. Ячка, в отличие от манки, она крупнее и рыба ее может попробовать на вкус. Тем самым будет уверена, что... Вот манки она может просто прикрыть, увидеть, что там ничего хорошего нет, все снова и укрыть обратно. И самое интересное, это панировочный сухарь. Он сам по себе очень хорошо идет в пищу рыбы. Рыба его очень любит. И это составляющая любой прикормки. Примерно очень сухарь. Все, наши все ингредиенты готовы. Данную прикормку можно просто перемешать. Я ее пересыпаю обычно в пластиковые бутылки. Приблизительно 0,5 ремкости литра. И такой бутылки мне хватает даже не на одну рыбалку. Периодически заполняю такую бутылочку и беру с собой на рыбалку. Сейчас я ее пользую, кто-нибудь видел в последней выпуске, боленную рыбалкой, обычные тюбики из-под витаминок. И такой тюбик охотает на рыбалку. Наша приманка готова. Напрядая на рыбалку, чтобы быстро привлечь рыбу к лунке, мы ее просто засыпаем в некоторое количество лунку. И дальше уже ждем поклевки. Рыба очень быстро отзывается. Рыба мелкая в основном отзывается. Конечно, для крупной рыбы, если вы собираетесь словить, лучше использовать какую-то магазинскую прикормку или прикормку более насыщенную, там же, самодельную. Эта прикормка, она является простой. Допустим, по-моему, он уйдет живца, чтобы собрать рыбу в точке водной. Эта приманка очень хорошо подойдет. Все, в принципе, она готова. Ему сейчас осталось только пересыпать бутылки и можете оправляться на рыбалку. В ближайшее время, собираясь на рыбалку съездить, данную прикормку возьму с собой. Правда, Дуся? Любит моя кошка, когда я снимаю видео. Ну что ж, думаю, эта прикормка поможет не только мне, но и вам, и многим рыболовам, которые посмотрели данное видео. Она будет в этот момент выручить. Даже если вы пользуетесь какой-то другой прикормкой, иметь пластиковую бутылку на 5 литров с собой, на всякий случай, можно. Согласитесь, она места много не занимает, вес много не занимает, но в одну прекрасную рыбалку она может вам спасти саму рыбалку. Тем самым вы вспомните меня. Спасибо, что посмотрели данное видео. Оставим палец вверх, подписываемся на канал. С вами был Юрий Китерин и его рыбацкие завесовочки.